Кстати, скандал в парламенте Канады, связанный с прославлением украинского эсэсовца, неожиданно вывел из тени чрезвычайно значимую тему, которую власти красного каленового листа замалчивали долгие годы. Со времен окончания Второй мировой войны Канада стала настоящим прибежищем для большого числа разного рода нацистских преступников. Они скрывались от правосудия в разных странах и в том числе убегали в Канаду. Но тайные рано или поздно становятся явным. Об этом нам расскажет российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов. Здравствуйте, Владимир. Канада на этой неделе по понятным причинам вызвала шквал критики даже у тех, кто, казалось бы, с нацистами плавает в одной лодке. Как вы видите произошедшее? Ведь ни Белоруссия, ни Россия, которые больше других пострадали во время Великой Отечественной, никто извинения так и не принес. Что это, если не нацизм в чистом его виде? Можно и так сказать. То есть в любом случае, когда весь канадский парламент, все канадское правительство и президент Украины со своей первой супругой устроили бурную овацию нацисту, ветерану дивизии СС, то это и есть нацизм в самом грязном его виде. Это однозначно. И самое интересное, когда спикер парламента представлял этого самого нациста с улыбкой, милой, глядя на него, он ведь чем обосновал его, в кавычках, героические подвиги? Вот он боролся против русских во Второй мировой войне. Все, зал ликует, овации Зеленский машет радостно. Все, достаточно для того, чтобы назвать его героем Украины и героем Канады. Ну, потом выяснились, конечно, подробности, которые не понравились полякам, евреям и так далее. И когда Трюдо извинялся перед всеми буквально от имени канадского правительства и парламента, он извинился отдельно перед евреями, перед поляками, перед цыганами, перед ЛГБТ и расовыми меньшинствами. А вот единственный народ, который был назван спикером русскими, вот перед ним он решил не извиняться. То есть, вы понимаете, убийство русских – это оправдано. То есть, если бы он убивал только русских, этот, в кавычках, герой, то, в общем, какое же это преступление с точки зрения просвещенной, в кавычках, опять-таки, цивилизованной Европы и цивилизованного, просвещенного Запада в целом. Тогда это было, 80 лет тому назад так. И сейчас точно так же. Почему на украинский нацизм долгое время никто не обращал внимания? Вот сейчас его просто игнорируют. У Зеленского, которого там аплодировал, да, вообще бесполезно требовать каких-либо извинений. Хотя нам все постоянно напоминают, что он-то еврей. Это как? Это все давно увидели сущность и поставили знак равенства между банковой и СС? Вы так в прошедшем времени не обращали манией, говорите. То есть, на самом-то деле, и сейчас, после того, как этот скандал произошел, нашли козла отпущения этого самого спикера парламента. Хотя я вот смотрю на тех, кто набросился на того же Трюдо, на этого спикера, консерваторов, оппозиционеров канадских, которые гневно говорят, как же вы не проверили, кто это такой, да? И задаюсь вопросом, а вы, когда вскакивали, аплодировали, сами вот не подумали о том, если этот, с позволения сказать, господин сражался против русских во Второй мировой войне, то на чьей стороне он мог бы вообще теоретически сражаться, да? Ну, то есть, ни у кого там ничего не ёкнуло, не возникло никаких дополнительных вопросов. Но при этом, когда они вот извиняются, каются, находят там виновных, награждают непричастных, то возникает закономерный вопрос-то, да? При этом они же ведь оправдывают Зеленского. Они рассказывают о том, что этот скандал используют российские пропагандисты для того, чтобы распространить ложные нарративы о нацизме на Украине. Это я чуть ли не дословно процитировал премьер-министра Канады Трюдо. Ложные нарративы, да? Я вот специально полез посмотреть на сайт горсовета Бережаны Тернопольской области, откуда родом этот самый Гунька, Ярослав Гунька, которого они так аплодировали, да? Так он там, извините меня, почетный гражданин города с 2004 года. Уже два десятилетия. Он там висит на почетной доске. Причем, если там канадцы делают вид, ах, мы ж не знали, кто он такой, да? То на сайте этого Бережанского горсовета прямо написано. Служил в дивизии Галичина. Ну, аббревиатуру неудобную СС они убрали, но всем же понятно, что это за дивизия. То есть там именно поэтому его зачислили на почетную стену. И кто-то нам теперь рассказывает, что нарративы о нацизме на Украине – это ложные нарративы российской пропаганды. Так вот, на Украине все уже давно прошло. Если там в Канаде еще пока идет процесс отбеливания украинских и вообще нацистов, да, то на Украине уже перешли на стадию героизации нацистов и, наоборот, демонизации тех, против кого эти нацисты сражались. А вот на ваш взгляд то, как отрицают исторические факты в Европе, чем это грозит в дальнейшем для Запада? Даже если учитывать, что конфликт в Украине сойдет когда-нибудь на нет, такими темпами мы получим Третий рейх? В принципе, вы знаете, можно долго спорить о том, что сейчас в Европе происходит, но можно и назвать то, что сейчас выстраивается либеральным рейхом, ну, если хотите. То есть вот взять пример ту же Канаду, да, не берем сейчас Европу, Канаду, где давно уже прочно правит либеральная партия. Ведь для них слово нацист ругательное давно. То есть они его применяют по отношению к любому своему оппоненту. Ах, ты выступаешь против насаждения там трансгендерной или ЛГБТ-идеологии в школах, там в детсадах и так далее. Значит, ты нацист. Все. У них это никаких вопросов не вызывает. Они в прошлом году обвинили в нацизме дальнобойщиков, которые бастовали против либерального правительства. Но видите, когда речь идет о реальном нацисте, реальных нацистах, там идет овация, героизация и так далее. Вот то же самое мы наблюдаем и в Европе. Вот сейчас смотрите, да, Зеленский позиговал там, поаплодировал нацисту этому в канадском парламенте, и приехал в Киев, и вот в пятницу возлагает цветы к Бабьему Яру, мемориалу Бабьей Яры. Это же как раз очередная годовщина истребления тысяч, десятков тысяч киевских евреев, причем не столько немецкими нацистами. Все это, конечно, немцы организовали, но руками кого? Руками украинских коллаборационистов, украинских националистов. И Зеленский спокойненько там, значит, льет эти крокодиловые слезы, при этом не объясняет мировому сообществу и тем же евреям, которые собрались на этом мемориале, а почему же для того, чтобы добраться до него, до этого кладбища, нужно проехать по улицам, названным в честь духовных вдохновителей Бабьего Яра, истребления евреев в Киеве, Олены Телеги и Ольжича, которые работали в коллаборационистской газете, которая, собственно, и требовала расстреливать этих евреев и радовалась их истреблению. То есть вот то, что мы наблюдаем сейчас, это то, что действительно возрождаются нацистские традиции, нацистские символы, но при этом все это преподносится как новый либерализм. Спасибо за ваше мнение. На связи с главным эфиром был российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.